Сложившиеся ситуации в экономике, в экономике Казахстана, мировой экономики, кризис, он не может не задевать и все естественно, все решения, все обсуждения, ситуации, пути выхода, которые мы ищем, они все нас приводят все равно к одному, о той экономической ситуации, которая сложилась. Ну, насколько мы сегодня знаем, понимаем, правительство не намерено сокращать объемы господдержки сельхозтоваропроизводителей, естественно, будут приняты какие-то новые направления, где-то субсидии будут более конкретно концентрироваться на определенных направлениях. Не будет такого вот всеобщего, чтобы всем было стремиться, пытаться сделать, чтобы всем было хорошо. Жизнь именно оголяет какие-то направления, больше средств направить, скажем, на решение продовольственных вопросов, переработки и так далее. И это будет сделано. Но в целом объемы субсидирования пока что остаются неизменными. То, что сегодня у нас очень большая импортозависимость по АПК, она есть, к сожалению. Но достаточно сказать, что запасные части, многие ремонтные материалы мы приобретаем и в России, и в других странах ближнего зарубежья. Очень много техники, запасных частей покупаем в дальнем зарубежье. Естественно, то, что рост цен на хлеб значительно отстает от роста курса валют, которые необходимо нам иметь для покупки вышеназванных материалов, запасных частей, техники, оборудования. Это, конечно, есть, это имеется, но мы, с другой стороны, понимаем, что не факт, что вот сейчас все должны кинуться и все это покупать. Во-первых, нас много раз, многократно предупреждал президент. Сейчас позитивные тенденции в экономике, хорошие цены, серьезная поддержка. Накапливайте запас прочности, накачивайте мышцы для того, чтобы, когда настанут другие времена, воспользоваться этими запасами. Что, в общем-то, демонстрировала политика государства. Мы сегодня имеем национальный фонд. И те аграрии, которые это помнили, этим занимались, естественно, сегодня находятся в более хороших условиях, в более выгодных условиях. Те, кто этому вопросу не уделял внимания, конечно, сегодня испытывают серьезные трудности. Но я думаю, что задач непреодолимой сложности сегодня все-таки пока ВПК нет. Есть сегодня несколько таких тенденций у бизнес-сообщества. Уж слишком предавать... Да, он влияет курс доллара, он влияет на наши умы, на наши дела, на нашу деятельность. Но не надо его слишком преувеличивать. Не настолько он влияет, насколько мы пытаемся все это обозначить сегодня в повседневной жизни. Это первый момент. И второй момент влияния ВТО. Фактически мы в условиях ВТО работаем уже несколько лет. Мы работаем с государствами, которые... Мы даже создали Еврозес, где участники ВТО, которые уже не первый год являются членами. И на самом деле наши границы, в общем-то, давным-давно открыты. И со вступлением в ВТО очень многие позиции Казахстану удалось отстоять. И вот какого-то вот такого резкого, что просто мы проснулись в другой стране, этого не будет. Этого не нужно ожидать и тоже не нужно нагнетать. Да, есть какие-то изменения. Что-то нас коснется. Но нельзя вот закручивать, что вот прям завтра другая жизнь. Нет, мы в условиях ВТО фактически, де-факто, мы работаем уже давно. До июра, да, вот с 1 января. А де-факто мы уже давно, и поэтому вот каких-то таких сверх не нужно ожидать, что завтра сюда вот эшелоны пойдут дешевого товара, дорогого товара. Отсюда все эшелонами уйдет. Нет, в мире нет таких ниш, куда бы весь наш товар мог уйти, или откуда там к нам все это завезется. Тем более, что основные болевые точки, они защищены.